Смертность от инфарктов и инсультов в Москве снизилась в два раза. Вот такую статистику приводят столичные медики. Многое зависит от работы бригад скорой помощи. Задача приехать как можно быстрее. Получается ли в считанные минуты добраться до нужного адреса, узнала Екатерина Маключенко. Менеджеру Андрею Петрову стало плохо на рабочем месте. Коллеги вызвали скорую, врачи диагностировали инсульт. Пожалуйста, не отмечайте, с вами будет доктор говорить, что мы плохо. Сюда, в оперативный отдел станции скорой помощи, поступают до 16 тысяч звонков в сутки. Задача оператора принять вызов и максимально быстро. Время сбора зачастую составляет меньше минуты. Отправить бригаду на место. Вся информация высвечивается на интерактивной карте. Сколько бригад задействовано, сколько возвращается обратно. Расчетное время прибытия. Сюда к нам поступают вызовы экстренные с помощью. Это вызовы на дорожно-транспортные происшествия, падения, огнестрельные ранения, ножевые и так далее. И непосредственно сразу отправляем на бригаду, незамедлительно. За нашим пациентом в офис скорая приехала за 7 минут. Дальше по пробкам из центра города пробираемся в больницу на Ленинском проспекте. Помощь начинает оказываться непосредственно туда, куда поступил вызов. На квартире, на рабочем месте или даже на улице. В дороге оказание помощи продолжается. Обязательно контролируем все показатели гемодинамики, давления, пульс, число дыхательных движений, насыщение кровью кислородом. Уже через 15 минут пациент в первой градской больнице. Профильные врачи оперативно оценивают состояние и начинают действовать. Мы попадаем в терапевтическое окно, мы делаем компьютерную томографию для определения дальнейшей тактики. Дальше мы делаем частенный тромболизис в надежде на то, что мы максимально нивелируем последствия инсульта. Дальше это отделение интенсивной терапии. По словам главного врача, в больнице работают профессионалы, а сама клиника оснащена новейшим оборудованием. Только за последние два года смертность от инфарктов и инсультов здесь снизилась в два раза. Так что менеджеру Андрею Петрову повезло. Врачи обещали, что отпустят его домой через 2-3 недели.